Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 24 апреля По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром День Лели Небесной. По народному месяцу слову Антип-половод, водогон. День этот называли водогоном, поскольку половодье было на самом пике. Люди говорили, Антип очищает реки ото льда. Антип воду распустил, потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Согласно примете, ежели на Антипа реки не вскроются и полая вода не разольется, лето будет плохим и за хороший урожай никто не поручится. Хотя люди в этих вопросах сведущие утверждали, что воде пробиться медведь помогает. Он к этой поре уже должен был проснуться и из берлоги выйти, а если заспится лесной хозяин, вместе с ним и реки-половодье проспят. Так что находились даже среди простого народа смельчаки, которые отправлялись на Антипа медведей будить. Пусть встает, рекам ход дает. Впрочем, не только половодьем был день святого Антипа отмечен. Его еще испокон веку утешителем зубной боли считали, искренне полагая, что стоит подержать у больного зуба мелкую монетку, а затем пробить ее насквозь и под иконой повесить, навсегда от страданий избавишься. А если это верное средство не помогало, так мало ли за что может прогневаться Антип. Ботовало в народе мнение, что зубную боль можно утешить и с помощью расколотого на четыре части рябинового прута. Нужно было обложить наболевшее место со всех сторон прутиками, хорошенько их прижать и держать, пока облегчение не наступит. Только после этого ни под каким видом нельзя было несколько лет рябину есть. Поэтому многие предпочитали осиновым сучком пользоваться, на который бабки-шептуньи наговаривали. На море, на океане, на острове Буяне стоят высокие три дерева, под теми деревами лежит заяц, переселись ты зубная боль к тому зайцу. После чего нужно было трижды через левое плечо поплевать, а наговоренный сучок к больному зубу приложить. Избавлялись от зубной боли и благодаря корешкам обыкновенной земляники, держа их во рту и следя за тем, чтобы они с больного зуба не скатывались и на здоровые не съезжали. Помогали облегчить мучения и кусочек древесины, взятый от дерева, в которое молния ударила, и цветы лютика, приложенные к запястью левой руки. Но, говорят, были среди людей счастливчики никогда зубной боли не ведавшие, а все от того, что всегда вставали с постели с левой ноги и на каждый кошачий чих обязательно говорили «Будь здорова», чего мы и вам искренне желаем и надеемся на то, что никому не придется прибегать к столь экзотическим методам врачевания. Хотя, кто знает, от зубной боли, говорят, и на стены люди лезли, так почему бы, например, не попробовать лютиком воспользоваться или еще чем? А ежели вы здоровы, то пора и по делам отправляться. Помните, весной день год кормят. И еще примечали. На рассвете небо красное, вся весна будет ненастной. На антиповодогона пошел дождь, значит, уродятся грибы. Если после паводка пошел снег, то озимые не уродятся, а плохая погода продлится еще месяц. Реки вскрылись, значит, год будет хлебородным. На реке еще лед остался, лето будет холодным. Верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром день Лели Небесной. Богиня Леля, вечно молодая и вечно прекрасная небесная богиня, является охранительницей из вечной, взаимной, чистой и постоянной любви. Она заботливая и нежная богиня-покровительница семейного счастья, супружеского согласия и всяческого благополучия не только во всех родах великой расы, но и во всех родах потомков рода небесного. Богиня Леля – послушная дочь вышнего бога Сварага и небесной богородицы Лады-матушки. Она добрая, заботливая и нежная супруга бога-волха, хранителя небесных чертогов Волхалы. Леля оберегает его покой и уют, а помогает ей богиня Валькирия. В этих чертогах Леля заботится не только о своем любимом супруге, а также берет на себя обязанность угощать гостей Волхалы, павших в битвах воинов и небесных богов-соратников своего супруга. По народным поверьям, утром этого дня прилетает в яблоневый сад птица-сирен, птица-печали, которая грустит и плачет. А после полудня прилетает в яблоневый сад птица-алконост, которая радуется и смеется. Слезы птицы-сирен – мертвая вода. Роса с крыльев птицы-алконост – вода живая. Ежели умыть болящего в этот день сначала мертвой, а потом живой водой, он непременно исцелится. В этот день девушки в ночи, непременно втайне от парней, творят свою девичью ворожбу. Мужчины всячески чествуют женщин. Единственным жертвоприношением в угоду славянской богине любви Леле является дарение цветов. На сей праздник совершали обряд выпекания женской доли. Девушки также ходили в священную рощу. А сию пору расцветает яблоня. Призывая Лелю на собственные именины, народ встречает день богини в то время, когда природа преображается во всей своей красе. По народным преданиям, это единственный день в году, когда женщина, у которой нет детей, может обрести детородную силу без обращения к колдунам и прочим целителям. Ибо на девичник призывается сама берегиня беременности Леля. Для женщины, у которой не было подруг по несчастью, обрядовость заключалась в подъеме ни свет ни заря, дабы успеть к рассвету на лесную поляну, где поднимался вишний пар от утренней росы – росы Лелия. Именно этот пар и обладает чудодейственной силой, известной с незапамятных времен, которую поднимает луч самого Ярилы. Многих и здоровых чат вам, славяне! Братья-месяцы КОНЕЦ 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 КОНЕЦ